Начался сезон отпусков. Одни едут на русский юг и в теплые страны, другие же предпочитают местные пляжи. Сегодня мы узнаем, как получить красивый и ровный загар без вреда для здоровья. С солнцезащитным кремом или без него ульяновцы охотно выходят покреться на солнышке. Есть люди, уверенные в том, что их кожа с радостью принимает ультрафиолет без каких-либо специальных средств. Есть и те, кто использует растительные масла, известные продукты косметических брендов. Вообще я как бы практик. Я поняла, что в тени лучший загар. Самый лучший загар в тени получается. Во-первых, кожа не обгорает и долго держится. Красивый загар. Чтобы ровно хорошо лег загар, я мажусь уже на протяжении 20 лет оливковым маслом. Кожа как бы непривередливая. Подходит к любой температуре. Ничем не обрабатывает себя. Ну, все естественным путем. У меня сама по себе кожа такая. Хожу, загораю в удовольствии. Для себя используем масло для загара. Но с защитой. Ну, где-то 20-30 СПФ. А для малыша только защитный крем. Минимум 50. Наносим жирно, постоянно помазываем. Пока не обгорали. Сколько с малышом по времени загораете? Сколько часов? И всегда ли в Панамке приходите? В Панамке всегда. А по времени, ну, часа три максимум, наверное, на пляже находимся. Ни разу больше не загорали. Потому что, на самом деле, вот, даже могу показать, что у меня ожоги остались с прошлого года. Мы в прошлом году на отдых ездили. У меня вот ожоги остались. То, что вот даже крем не помог. Сколько людей, столько и мнений. Но у врачей позиция определенная. Дерматовенеролог и косметолог Яна Сульменко утверждает, что загорать нежелательно ни взрослым, ни детям. Фотостарение, пигментные пятна, онкологические заболевания кожи, снижение иммунитета эпидермиса – верные спутники любителей шоколадного загара. Тем, кто хочет слегка подрумяниться без последствий, надо следовать простым правилам. Когда можно загорать, да, ну, если вот можно об этом говорить, это утренние и вечерние часы. То есть, есть период, когда мы максимально должны исключить контакт с солнцем. Это, ну, где-то с 11 до 4 часов дня мы максимально исключаем контакт с солнцем. Это максимальное нахождение в помещении, это ношение специальной одежды. Одежда должна быть либо закрывать части тела, либо специальная одежда с ультрафиолетовыми фильтрами. И использование солнцезащитных кремов на открытые участки тела. Питать кожу детским минеральным или же растительным маслом перед выходом на солнце нельзя. Эти средства могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы защититься от излучения, необходимо использовать солнцезащитный крем с латинской аббревиатурой SPF. Sun Protection Factor – это мера, демонстрирующая уровень защиты. Рядом с этим обозначением стоят числа 5, 10, 15, 30, 50 или же 100. Это то время, которое мы можем находиться на солнце до, так называемого, обгорания, до покраснения кожи. То есть, если фактор защиты у нас 15, то время, когда мы обгораем, где-то 10 минут, то есть 15 мы умножаем на 10, 150 минут мы можем находиться на солнце. Таким образом, латон рассчитывается. Солнцезащитные средства могут быть классифицированы на физические, например, с оксидом цинком и диоксидом титана в составе, которые остаются на поверхности кожи и в основном отражают ультрафиолет. Или же химические фильтры, которые лучи поглощают. Чтобы узнать, использовать ли такое средство перед выходом на улицу, можно заглянуть в приложение погоды на смартфоне или компьютере. При ультрафиолетовом индексе от 0 до 2 защита не требуется. Если же цифры выше от 3 до 11, то стоит поберечься и не рисковать здоровьем и молодостью кожи. Виктория Черкова, Владимир Куликов, Уллправда ТВ.